Каждый раз они мне нравятся. А как Вы пришли к этому? Как вам порвали? Вы знаете, наверное, на меня, во-первых, повлияла очень сильно моя мама. Она как-то так всегда увлекалась. Я еще со школы видела, она привозила книги. И поэтому я вообще всегда знала, что я стану психологом. А на самом деле, все-таки, психология, я считаю, что психология это вообще все. Я всегда, когда работаю на семинарах, всегда говорю, что психология это вообще все. Потому что даже, например, математика, это описание с точки зрения человека. То есть изложение человеческой психики. Психика это что-то, чего-то. И восприятие. А значит, уже психология. А то, что касается все-таки образования, Вы знаете, я чем дольше живу, тем больше понимаю, что действительно самое большое богатство у каждого человека, это и у ребенка. И самое большое счастье это действительно работать независимо от того, насколько тебе много платят или немного. Работать с удовольствием субботы, воскресенья. Я всегда говорила, у меня выходные, это хороший повод, спокойно поработать. Ну вот, поэтому вот создать условия для того, чтобы каждый человек, Вы знаете, я думаю, я даже просто не боялся менять что-то в жизни. А мне приходилось набрать многое. Причем, Вы знаете, буквально, ну, моя жизнь бывали такие ситуации, когда просто ломалась и мне казалось, что я бы упала на землю. Ну, на самом деле, на самом деле, это интеглированная система. И вот меня тоже учителя часто спрашивают, все теории развивающего обучения здесь присутствуют. Теория Эльконина и Давыдова, так сказать, развивающие обучение и зона ближайшего развития, то есть то, где ребенок не может развиться без участия взрослого, сотрудничества ребенка и взрослого. Это теория Зангова, либо высокий накал эмоций, либо высокий интеллектуальный, так сказать, потенциал материала, учебного, который представляется. Это щедрогидский, поэтапное формирование действий. И это обязательно положено в основу деятельностной технологии. На данный момент мы говорим, деятельностная технология – это действительно технология, которую, знаете, я всегда повторяю учителям, что технология – это то, что нельзя нарушить. Технология отличается тем, что это нельзя нарушить. И поэтому тогда, когда мы проводим семинары, мы учим работать именно по деятельностной технологии. Вот эта деятельностная технология содержит все этапы постановки задачи, поиска решений, формирование гипотез, работы с этими гипотезами, поиска информации. Вот тогда, когда это технологично, и это происходит на каждом уроке. На уроке математики, на уроке украинского языка, на уроке окружающего мира, на вполошнему свету. И вы знаете, например, я уже сказала, что я прошла все виды работы, я работала замучем когда-то, в экспериментальной школе. Так вот, мои учителя в моей школе, даже те учителя, которые были учителями неэкспериментальных предметов, они просто осваивали технологию деятельностного обучения. И это тоже дает лучшие результаты. То есть в основе не только интеграции, интеграция происходит везде, где есть деятельностные технологии обучения. А вот все, что у вас сказано, идеи, я могу... Технологию обучить? Да, пожалуйста. Да, да. У нас осталось задание, скажем, ухудведно. Отлюбите себе, что кто-то из нас учен, я на фрагментах, ухудву. Пожалуйста, да. Ага, конечно. Поставьте задание, чтобы мы срезмерили, что все это делать. Ну, технология разделена на определенные шаги. То есть всегда есть самовызначение трудеятельности, самомотивация. И здесь вот мне помогли мои психологические знания, работа психологических тренингов. И этому я учу учителей, то есть настроить аудиторию на дальнейшую работу. Следующий необходимый этап называется актуализация опорных знаний. То есть для того, чтобы о чем-то говорить, нам необходимо вспомнить те понятия, которыми мы будем оперировать на уроке. Следующее – это создание затруднения в деятельности. Потому что только тогда, когда мы преодолеваем затруднения, появляется и адреналин, и ощущение... Да, сейчас поставлю. Я хочу, чтобы вы здесь научили, как себя задали. Так, сейчас... Знаете, даже... Гумравизуйте. А вот книжку возьмите, там у вас книжка есть. Так, вот маршрут. Рук, как вы можете взять, и карты. Мой навколишний свит улюбленный, да. Ну, например, что нужно сделать, чтобы пан Юрій застрял в гимн-радянскому свиту? Ну, я, так как у меня четвертый класс лежит, и я тут даже показывала учителям, я сейчас стала показывать им, заходя просто в класс незнакомый и проводя уроку по деятельности технологии. У нас было путешествие Марка Пола. И, если вы помните книги Марка Пола, то там была вот такая вот картинка, когда птица несет слона. Вот детям я поставила такой вопрос. Дети, а как вот... давайте с вами вместе попробуем выяснить, что же это вот... что такое произошло. Ну, или ли такие птицы, или же такие слоны, или это вот Марка Пола просто пофантазировал. Вот у нас дети по группам предлагали свои решения. Вот это вот проблемный вопрос. Почему? Потому что он действительно не имеет не просто решения, не ответил никто до сих пор на этот вопрос. И фактически вот в этом заключается фундаментализация образования. Тогда, когда мы перед детьми ставим те вопросы, которые не разрешены ни на такой образовании. То есть для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, они должны посмотреть историю, какие там были гильцы, ящери, на этот зал... Да, 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 да. Должны пополкоткнуть в разные... Уже быть в разные направления, и найти конкретные ответы. Добрый, вы хочешь... Я еще подлинную украинскую, пожалуйста. Нет, мы приедем, что вы живаете. Да, я могу это же самим повторить украинскую мову. Нет, украинская. Нет, это уже очевидно. Ну, по-другому, Российский союзу, я не знаю, мне нужно только разгадать слова. Нет, я могу сказать, что до меня не вернулся Андрей русский. Поэтому я начала рекомендовать русскую мову. Коллеги, запитаю вас, будь ласка, если хочет кто-то приедет, то приедемте, будь ласка. Боже таки, берите участь в цей руководитель. Не соромнись. Если можно, поглядемо еще больше, глибше до Ростка. В связи с тем, что моя дитина научилась за шкільной программой Росток в 90-й школе. Вона перейшла до гимназии. В данный момент, власне, через то, что мы проживаем, просто тоже поруч. Так вот, не цікавише те, что, вона уже, может быть, не сама рассказать, але вона, прийшовши з 5-го в 6-й класс туда, сказала, что они практически все за 6-й класс в гимназии уже пройшли в 5-му классе в 90-й школе, бо за программой Росток. Дитині подобалось навчатися, и у меня конкретное питание. Ви сказала, что, ну, что просто не все батьки розумеют, что такое программа Росток, и, власне, какие предмети працуют за цей программой. Есть два предмети, так? Математика и навколишний свит. Вот, если можно, то покажите, пожалуйста, подручники, скажите, сколько они стоят, потому что для мальчиков это тоже важно его знать. Вот, и расскажите, хотя бы, как они работают, потому что я знаю, что там берут, особенно природничий напрямок, там они работают за блоками. Не просто так, как работают в школах, в обычной школе, а блоками, вивчают блоково. Вот, трешки поглибьте эту систему, скажите. Ну, насправді, насправді, так, ну, я представляю Институт инноваційних технологій, і ми намагаємось завжди зробити і підручники кращими. Але, от, ми шукали даже літературу, як створити такий підручник, який задовольнить всі потреби. І, ви знаєте, виявилося, що ми знайшли аж дві книжки, одну французьку, і одну колись написали в Росії, про підручник утворення. Тому, що таке підручник, за яким можна навчатися самостійно, практично ніхто не знає, і його не існує. Тому, коли Вельдорфська школа, наприклад, намагається зробити якісь такі опорні конспекти, які створюється медитином, діяльністна технологія, я тільки що так дуже коротко розповіла, але автори намагаються її в цих книжках реалізувати. Тобто, я завжди ще показую і кажу, насправді, це така ще психологічна теорія, у нас з вами поняття і знання формуються на чотирьох рівнях. Це початковий він, початковий, наприклад, потім репродуктивний, потім конструктивний, потім творчий рівень. І ці підручники, вони їх відтворюють. Початковий рівень, коли дитині даються перші необхідна інформація. Далі репродуктивний, коли дитина відтворює за певним зразком якісь дії. Потім конструктивний, коли дитина конструює з попереднім досвідом на пуці навички. І творчий, до якого не кожна дитина доходить, але може дійти. І тут є творче завдання. Це ось такі дошити підручники, посібники, навчальні посібники. Вони відтворюють, ще раз скажу, діяльністю технологією навчання. Але це не просто підручник, який дитина прочитала і повернула. Це її власна річ, власна кришка. І знаєте, коли ми зростаємо, то дуже хочеться щось намалювати. І діти багато малюють, щось домальовують у підручнику. І це вважається, що вони псують ці підручники. А в даному випадку це особисто річ дитини. І вона має право виконувати завдання саме так, як вона вважає за потрібне. І це принцип психологічного комфорту, коли вона може згрупувати предмети за своїми ознаками. Вона може написати свою казку, намалювати свій малюнок, розмалювати картинку так, як вона бачить. І таким чином розвивається. Так, на кожній світ складається з чотирьох частин кожного року, тільки у другому класі п'ять частин. І це певна така послідовність, побудована логічна схема від того, що біля дитини знаходиться, і вона може побачити і далі, далі, далі. Тобто концентрація така. Ми з вами так і познаємо спочатку те, що бачимо навколо, потім те, що бачимо за вікном, і потім можемо піднятися і побачити, наприклад, все місто, якщо ще більше, то всюд з одного кулю. На такому принципі побудований і користь навколишнього світу. Цей підручник зараз коштує менше, ніж 20 гривень. Ну, 18, скажімо. Ну, знаєте, я якось побачила нашого начальнику прес-центру, яка йшла і дуже раділа, тому що купила своїй дитині книжку за 25 гривень. Казала, ось, подивіться, я таку дешеву книжку купила, і я так подумала, співстанула. Думаю, наші підручники коштують 18 гривень, але вони розбувають дитину постійно, і дитина цілу чверть виконує завдання, розмальовує. Ви знаєте, у мене була така, такий випадок. Моя подруга, у неї дитина навчалася саме в той школі, де я працювала. І якось вона приїжджала і запросила мене, каже, я не буду перевозити книжки, прийти і вибри те, що тобі сподобається. І я до неї прибігла, і розбираємо ми ці книжки, і тут я бачу, лежать підручники, які її дитина вже розмалювала. Я знаю, що завжди мені не вистачає десь дум, чи на роботі, чи ще десь попрацювати, подивитися цей підручник. І я їх тільки винула з цієї купи книжок. І вона в мене забирає і каже, ні, я придумала. У нас з цими книжками стільки пов'язано, що я їх, мабуть, залишу, я ще буду мати онуків. Я ще буду мати онуків. У мене вийде задива вопрос от Владимира. Вопрос по поводу, собственно, родителей. А как вони розпринимають роботу по цей новой методі? Тому що ми для передачи просматривали, в тому числі, і ціальні формы, і нєкторі родителі кажуть, що їм якось не зовсім комфортно. Тому що вони приводили до розкладки, там, вилучив, отторопанив, який я написав, таблицю умноження вилучив, все в порядку. А тут якісь якісь задачи, які потрібні, непонятні, проблемні, у яких відповідь немає, тут треба з додатком сидіти, ще такими допомогутніми матеріалами ввозитися. Це так і треба? Или це правильно? Ціли должны бути к цьому готові? Или є якісь якісь розновидності прочити? Справа в тім, що якщо дійсно батьки за своєю дитиною болювають, і ми помню, що дитина розвивалася, всевічно розвивалася, і що дитина досягла правильних результатів, то залишити дитину, на дозволяючий лапах, звичайно, залишити її лише на школу, і вимагати від школи, щоб лише школа навчала, раховувала і бала про майбутнє ці дитини, то досягти результатом, мабуть, не можливо. Батьки, які приходять до нашої школи, вони приходять вже зремовують, знаючи про те, що вони можуть віддати дитину, як відпочитися саме за цією програмою Росток, вони усвідомлюють, що без того, що вони, крім школи, повинні спілкуватися з дитиною, не заставляти її до форму до домашніх заробнання, а спілкуватися, цікавитися успіхом дитини, цікавитися її проблемами, цікавитися її настроєм. І саме це допомагає дитині досякти певних результатів. Ми раніше говорили про те, що є декілька підходів, проєктний і предметний. То саме Росток – це є той приклад проєктного підходу у навчальній. Тому що, якщо подивитися, як пані Вілія говорила, вирішувала підручники початкової школи, я взяв для зразка підручники базової, середньої школи, які теж підлаштовані по програмі Росток. І дійсно, модуль, ця блокове викладання матеріалу, як починається кожна тема з постановки проблемного питання, і де дитина має можливість різні варіанти своєї власної думки викласти, дати можливість дослідити якесь певне питання, вона може конспективно своєму робочому зошиті, він вже підручник, де є можливість записати, знайти певний інформаційний лінк, певну інформацію по тому чи іншому питанню, зробити певний результат. І в кінці, про західження підходючих підсумок цього виконання, конкретно, а завдання у чеканалі тим, можна, точіше не можна, це найчастіше і робиться. Групова діяльність дозволяє дітям обмінятися думками і знайти спільну, не завжди вірну, але спільну думку і завдання вчителя саме направити на те, що це рішення було саме вірним. з точки зору науковості. можна я вам допомогу. раніше думай о дітях, а потім о себе. Ось це є лозунг стратегічно мислящих граждан України, які думають о тому, в якій країні і в якій обстановці будуть жити їхні діти. коли нам задають питання у дітях, як не крути, є можливість розкриття таланту, можливість творчіства. будь-який, з присутніших журналістів, коли ви пишете статтю, коли ви робите якийсь матеріал, коли ви творите і потім виходить результат вашої роботи, ви получаєте кайф несовнизміримо більше, ніж від тих гонорарів, які ви получаєте. І це правда. І тому ми говоримо, що ми определили таланты, ми определили способности, задатки. вони можуть корректируються, вони можуть зміняться по ходу життя. Як у мене було, я дуже хотіло відповідати на цей питання, але я можливо навіть навіть на цей питання відповідь. Тому що вся життя перед... Спасибо вам большое. І знаєте, як чоловік помірає, так? Говорять у мене там вся життя перед глазами. У мене вся життя прошла именно з цієї сторони. Я посмотрел, а що ж коли було там, з самого детства. Все вспомнил. Так вот, самое главное – это определить способности и подсказать родителям, помочь родителям, чтобы они научить родителям, каким образом эти способности развивать у каждого ребёнка. Это вот то дополнение, о чём сейчас говорим. Конечно, если всё сбросить на школу... Ну, извините, почему возникла мощная империя в лице там фашистской Германии? Почему в Советском Союзе была такая империя? Это так же. Потому что были люди с новым царем колониям. В них были заложены другие ценности. Фактически детей забрали от родителей в Октябрятские, в Пионерские, в Комсомольские организации. Там забрали в Гитлер, Юргент и так дальше. Ну, не буквально, а... А куда предлагаете забрать детей? Вы? Поэтому мы... Вернуть родителям. Поэтому мы... Вернуть родителям. В первую очередь сегодня вернуть детей родителям. И чтобы дети, вернее, чтобы родители понимали, что если ты папа, и ты работаешь целый день, и ты пришёл там, дал жене зарплату, и ты думаешь, что ты выполнил свой родительский долг перед своим сыном, это глубочайшее заблуждение. А если ты папа запишешь себе вот где-то там в какой-то ячеечке, в пятницу после работы зайти купить маме цветочек, маленький, или на клубочке завать, но в пятницу, каждую пятницу принести, дать жене этот цветочек, сказать, я тебя люблю. Этот мальчик, он вырастет мужчиной. Он будет уважать женщин, потому что его папа уважает женщин. И когда мы говорим о том, что в детей, в наше новое поколение, вот в молодое совсем поколение, нужно вкладывать и формировать в них совершенно другие ценности, как только мы это осознаём, мы сами становимся другими, потому что с сигаретой в руках ребёнку, сыну никогда не объяснишь, что курить вредно. И нет. Да. 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 И батьки, которые мают вредно и часто, они могут даже додатково долучиться до этой системы. Но когда вы меняете систему, то нужно начать уже с шкільной системы. Что у вас есть какие-то разработки, что у вас есть какие-то рекомендации, что вы работаете с Министерством освіти? То есть каким шляхом вы идете? Очень интересное вопрос. Мы начинаем очень плитно співпрацовать с Министерством освіти. Починаем, потому что наш центр створится, открывается только в понедельниках. У нас есть очень много работы с Институтом Ударовано-дитини, Академией Петна. У нас укладена угода. Те программы… Рек тому мы создали центр, как пилотный проект в Министерстве Львовской области. Он целый год працюет. Он протестировал уже больше 500 детей. Есть очень серьезные и большинственные достижения и огромная благодарность людям, которые создали этот центр. Кто там что не говорил, но бизнесмен, который финансировал и продолжал финансировать этот центр в Министерстве – это Олег Таневец. Еще в сербре минулого року створил такой центр на основе тих рекомендаций и алгоритм, которые мы ему надали. Цей центр працюет. Если вы даже поедете у Стрий и спросите, кто такой Каневец, вам скажут, что это тот, кто створил центр для визначения природной обеспеченности у детей. И лишь потом, что в Министерстве есть еще народный депутат. То есть оно работает. Мы занимаемся, и там используются программы, которые разработаны самым Институтом обдоровленной дитины. Это «Универсал-4». И, кстати, Александр Юрьевич, автор программы «МИОТ», это еще крутая программа, которая визначает и элементы профориентации и так далее. И у нас вчера произошла очень серьезная такая стратегическая встреча с заступником Министра Борисом Михайловичем Жибровским. И мы договорились про плитную стратегическую співпрацию. И я думаю, что, поскольку у нас организация и объединение абсолютно не политическая, мы можем сповпрацювать там, может создать такой центр «Руховец», там может создать «Коммунист», там «Регионал», это нас абсолютно не трупует. И когда мы говорим, что, когда вы запишите про параллельную систему, то тут мова не идет виключно про систему освіти или про систему лихования. Взагалі про систему. Сьогодні влада, как и суспільство, налаштовані на одне. И мы не будем сейчас говорить на что. Это все понимают прекрасно. В то же время 95% браку по выготовлению, например, какой из деталей, залежит не от працивника, не от того токаря, а от системы. И это доведено в сотни раз. И саме это просто показывает, что у этой системы, даже в системе влади, серед працовников, серед виконавцов, серед чиновников, 95% нормальных, честных, порядных людей. Но система смешает ориентироваться и принимать немного не таким штрихом. Поэтому мы не занимаемся протестами, не занимаемся критиками и так далее. Это не наше. То нехай политики, партии занимаются, им все равно нема чего запропоновать в суспільстве. Жодная партия не запропонувала стратегию развития государства. Они только говорят, что нужно, но никто не сказал, как нужно. А мы начинаем это реализировать. В этой связи вопрос. У вас на входе происходит психологическое тестирование детей, для того, чтобы связывать их нахилы, активности и так далее. Что дальше происходит с этим результатами тестирования? Они остаются исключительно батьком, для того, чтобы они знали, на какие предметы тискать, как люди будут с успешностью по другим предметам. Потому что, например, злота или середина медаль еще до сих пор имеет какую-то ценность. Если дитина будет на неделе придирать увагу только одному кластеру предметов, а все другие генераты, она ее не получит. И, соответственно, у них будет меньше шансов куда-то поступить. Я очень благодарю за вопрос. Ну, во-первых, после того, после того, как выяснили здебности у детей в нашем центре, это не означает, что мы выяснили здебности, сказали батькам, как у этой дитини здебности, и до побачки. Нет. При центрах створюются благодельные фонды, которые будут сопровождать какие-то особенные таланты, организовывать конкурсы, олимпиады, и так далее, и так далее. Но не главное, когда мы выяснили здебности, мы даем, они раздручиваются, конкретно на компьютере, тут же батькам даётся этот листочек, и батькам даются конкретные рекомендации, каким чином эти здебности раскрываются. После этого, когда уже набирается определенная количество детей, ну, это здебности, это технологии, это гуманитарии, это там, это там, таки батьки обзвонятся и запрошаются на специальные тренинги для батьков, которые безкоштовно проводятся в разных формах, в игровых, в лицейных и так далее, и так далее, и так далее, допомога батькам щодо реализации этих здебности. Но, че используются эти результаты, кроме нахаля, есть еще просто психологические портреты, они тоже классифируются, или это индивидуальный подход при учении своих детей. По великому враховку это важно это нужно делать, но это проблема и вопрос государства, которая не финансируется ни олигархами, ни государством, абсолютно никому не финансируется. Правильно? И чиновники, это как раз тема, что развивать те здебности, которые наиболее у дитини, скажем, задатки. Здебности это час, который нужен на обладание видов деятельности. Если у меня высокие здебности, то я швидко деятельность засвою. Если не высокие здебности, то это будет повильнее, скажем так. Або навпаки, развивать те здебности, которые менее представлены в структуре этой дитини. Есть определенные подходы, разные исследования. Но за моим опытом, все-таки, нужно развивать те здебности, которые есть, а не компенсационные. Хотя иногда это очень индивидуально. И для того, чтобы найти глобальные законодательности, необходимо это делать на базе науковых исследований. Я сейчас перебираюсь про инновации. Мы участвовали в форуме Министров освяти Ради Европы. Это было два года назад. Готировали материалы. Сейчас мы его выполняем. публикации сделали. Какие инновации запроведены Ради Европы. Я хочу сказать, что все эффективные подходы на основе фундаментальных науковых исследований. науковых науковых и исследований. Когда вы говорите о оценке, атестати и так далее, у нас особо принципово подминный подход до развития развития. Оценивать нужно за результатами творчества. Если человек не знает истории, не знает физики, умовно, но если он сделал науковых 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 так ��� что